добрый вечер всем сегодня мы судя по всему завершаем разговор о третьей маковейской книги и то о чем мы будем говорить имеет вполне актуальное значение поскольку речь о спасении от смертельной опасности о том спасении на которого все мы надеемся которым молимся которому скорее всего произойдет каким-то другим способом но по крайней мере наверное нельзя терять веру в то что так или иначе оно все-таки произойдет несмотря на все те тяжкие события которые мы сейчас как народ как страна переживаем мы дошли до шестой главы третьей маковейской книги книга небольшая мне всего семь глав и книга построена в общем достаточно симметрично как мы сейчас увидим и в центре нашего сегодняшнего обсуждения будет интенсификация полемики с книгой степ которая проскать проглядывает сквозь эту книгу и мы попытаемся сегодня как бы объяснить чем это объяснить чем это вызвано не все исследователи третьей маковейской книги солидарны во мнении что действительно мы имеем дело со случаем такой имплицитной полемики но якобы придерживаюсь именно этого мнения итак я сейчас открою экран итак перед нами начало 6 главы эти маковейской книги надеюсь что вы видите и напомню вам что в начале книги когда грозила опасность осквернения храма и в иерусалиме стоял плач как сказано там вплоть до того что могло показаться что не только люди но и стены и весь пол будет будто все и вся предпочли в то время смерти сквернению места в этот момент некий правосвященник по имени шимон симон возводит молитву богу и именно после этой молитвы народу достаивается спасение как сказано там тогда бог свидетель всего прародитель святой во святых преклонив слух к законной молитве на того кто столь высоко в наглости своей дерзости занесся обрушил бич свой а речь там шла о том же талиме и филопатрии который правил в египте конце третьего века до новой эры и то же самая ситуация происходит сейчас здесь на ипподроме когда слоны должны растоптать собранных там евреев появляется опять таки некий священник причем судя по всему речь не идет о священнике храма храма хоньо которого собственно еще тогда и не существовало по нарративу храм хоньо появляется несколькими десятилетиями позже вот имеется ввиду видимо священник генеалогический да то есть тот кто принадлежит к роду священников как сегодня куаним между тем некто или азар уважаемый муж из священников страны уже достигший старческого возраста и украшенный в жизни с всякую добродетелю пригласил стоявших вокруг него старцев призывать святого бога и молился так то что имя или азар здесь конечно не случайно это понятно или азар это имя которое появляется гораздо чаще чем шимон или азар конечно же сын аарона первосвященников тори родоначаль собственно говоря отец того самого пинхаса с которым бог заключает вечный завет священства но и в или азаров достаточно много и в литературе эпохи второго храма достаточно вспомнить что первосвященниками руссалимского храма в послании аристея который рассказывает о переводе торы на греческий язык тоже зовут и азар и есть еще достаточно много достаточно много носителей этого имени имя как бы помимо того что но видимо было распространенным в то время а но когда вот еще один или азар который я сразу вспомнил это мученик или азар из второй маховейской книги это как бы имя еще и значимая по своей семантики да или азар господь помог да это конечно не не случайный факт что именно вот здесь в этот кризисный момент появляется человек которого зовут именно так вот он молится и мы сейчас внимательно прочтем эту молитву потому что так же точно как и шимон в своей молитве в начале он перечисляет ряд событий в которых бог уже спасал израиль или наказывал злодея но молитве шимона это носило более общий характер он говорил о уничтожении жителей содома об уничтожении фараона а здесь как бы есть более конкретные и подробные отсылки вот пожалуйста царь всесильный высочайший бог вседержитель милостиво управляющий всем созданием призри отец на семя авраама на детей освященного якова на народ святого удела твоего странствующий в земле чужой неправедно погубляй ты фараона прежнего властителя египта имевшего множество колесниц превознесшегося беззаконную дерзостью и высокомерными речами погубил с гордым его войском потопив море а роду израильскому явил свет милости это та деталь которая совпадает в двух молитвах теперь появляется нечто что в предыдущей молитве нет правда упоминается например в молитвах иуды макавея в предыдущих книгах которые мы читали ты жестокого царя ассирийского синахирима он же синахирим с тщеславившегося бесчисленными войсками покорившего мечом всю землю и восставшего на святой город твой в гордости и дерзости произносившего хулы не зложил явно показав многим народом твою силу итак этот сюжет сюжет описанный в танахе несколько раз такое он имел большое значение в книге царей в книге и шаяу в книге хроник об осаде синахиримом царем ассирийским иерусалима во времена правления царя хискияу в 701 году до новой эры осада которая закончилась тем что войска ассирийские отошли от иерусалима и это было воспринято как чудо и поддержка бога это описывается как уничтожение ангелом-губителем войска сирийцев но он продолжает и далее ты трех отрока в вавилоне добровольно предавший жизнь свою огню чтобы не служить суетным идолам сохранил невредимыми до волоса россии разорженную печь а пламень обратил на всех врагов кстати любопытно что речь идет естественно трех юношах описанных в книге даниэля которые были брошены в огненную печь сидрах месах я в динаго или как они еще называются ивритскими у них этих отроков есть как бы параллельная параллельная система имен и помимо того что они называются 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 вайлонскими именами они называются ивритскими хананиями шаэль вазария так вот что любопытного здесь это то что хотя рассказ который здесь приведен содержится книги даниэля но тут есть детали которые в масоретском тексте книги даниэля не найдете а найдете только в греческом тексте который тоже содержит разные добавки например и то что разожженная печь была орошена росой об этом говорится в греческом тексте то что пламени печи сжег врагов трех юношей об этом тоже в масоретском тексте ничего не говорится говорится в греческом тексте то есть очевидно что автор нашей книги читает это по-гречески ты даниила даниэля клеветами зависти вверженного вров на растерзание львам вывел на свет невредимым тоже сюжет из книги даниэля где действительно во времена персидского царя дария так по сюжету книги клеветники приводят к тому что даниэля бросают вров к львам но и они его не съедают ты отец иону когда он безнадежно томился в очреве кита обитающего во главе моря невредимым показал всем его пристан то есть иными словами иными словами речь идет о рассказе книги книги юны надо отметить что вот этот концовка вернул показал всем его пристанным или вернул всем домашним отсутствует в нашем тексте но интересно что это упоминает иосиф флавий пересказе этой истории в иудейских древностях так или иначе он упоминает целый ряд историй три из которых по меньшей мере достаточно поздний по времени создания это две истории в книге даниэля и книга юны которая опять таки была создана в эпоху второго храма хотя описывает казалось бы историю более древнюю и от этого места он переходит к обращению к богу и здесь я задаю вопрос как он здесь демонстрирует достаточно ясные познания в библейских текстах меня удивляет что здесь отсутствует история еще одна история спасения которую казалось бы он тоже должен был включить сюда в молитву элиазара и тем нет что это за история думаю вы все уже догадались эта история книги эстер но именно ее нет хотя и там происходит спасение правда сама книги эстер не упоминается то обстоятельства что евреи спасены богом не упоминается это в опять же масорецком тексте греческом тексте книги эстер есть добавки которых постоянно подчеркивается что бог вмешивается в происходящее я это уже упоминал так вот я осмелюсь предположить что это не случайное исчезновение то что автор третьей маковейской книги не упоминает историю спасения эстер не может быть случайностью он не упоминает ее потому что не хочет ее упоминать почему мы сейчас постараемся ответить на этот вопрос во всяком случае полагать что автор третьей маковейской книги не знал книгу эстер довольно сложно есть конечно споры о том когда именно была создана книга эстер но мало кто сомневается даже те кто считает что она была создана в эллинистическую эпоху что как бы время ее создания позже чем конец третьего века начало второго века когда была создана возможно третья маковейская книга кроме всего прочего большинство все-таки исследователи сегодня считают что книга эстер это плод создания персидской эпохи частности основывается на языке так что вот это не упоминание это молчание выглядит достаточно как громовым как громовое молчание мы продолжим сейчас читать эту молитву и потом постепенно постараемся прийти к ответу на вопрос и ныне отомститель обид многомилостивый покровитель всех явись вскоре сущим от рода израилева обидимым от гнусных беззаконных язычников если же жизнь наша в приселении наполнилась нечестием то избавив от нас от враги врагов погуби нас господи какой тебе благоугодно смертью значит как бы опять же такая своего рода теодицея мы признаем свои грехи впоследствии в мидрашах книги эстер как раз тоже будет вы подчеркиваться идея о том что то что появился оман было не случайно тому способствовало то что евреи жившие в персии были склонны к ассимиляции понятно что поздний мидраш переносит реалии своей действительности на действительность персидской эпохи но так или иначе как бы сам по себе мотив нам знаком да не словословицу и веры суетных идолов за погибель возлюбленных твоих говоря не избавил их бога их вот эта идея о том что если язычники если враги израиля победят получается вроде как что бог израиля где он как они как мы говорится в некоторых стихах в танахе а я и логаем то что они скажут где их бог получается что их не дал и суетные идолы как он из них называют оказались сильнее и этого невозможно допустить на самом деле идея подобного рода появляется и в торе а когда муше просит за народ то он говорит не допусти гибели народа израиля там не идет речь о гибели от врагов там речь идет о гневе бога связанным пример с тем что мы читали в прошлом недельном разделе в связи две недели назад связи с разведчиками на чтобы не сказали что у бога не было сил вывести израиль из пустыни ввести в землю обетованную как бы вот этот призыв он примыкает к этому же мотиву ты же вечный имеющий всю силу и всякую власть призри ныне помилуй нас по несмысленному насилию беззаконных лишаемых жизни подобно злоумышленникам да устрашаться теперь язычники непобедимого могущества твоего преславный обладающий силою спасти роды иакова умоляет тебя все множество младенцев и родителей их со слезами да будет явно всем язычникам что с нами ты господи и не отвратил лица твоего от нас как бы опять автор третьей маковейской книги нагнетает драматизм некоторые видят во всех этих описаниях влияние опять же греческих классических текстов в том числе того что мы находим в греческих трагедиях есть целый ряд исследований на эту тему о связях между нарративом третьей маковейской книги и греческими трагиками вот мы сейчас в это углубляться не будем так или иначе молитва завершается словами соверши так как сказал ты господи что и в земле врагов их ты не призришь их и это прямая цитата истории здесь автор третьей маковейской книги цитирует книгу ваекра ее самый практически конец парашат бахукатай глава которая содержит проклятие и благословение и там в частности говорится что несмотря на все те страшные наказания которые бог обрушит на израиль нарушивший завет он и в земле врагов он их не отставит не презрит его и результат как и в случае с молитвой Шимона незамедлил сказаться только что Ильазар окончил молитву как царь со зверями и со всем страшным войском пришел на ресталище когда увидели его иудеи подняли громкий вопль к небу так что и близлежащие долины огласили сехами возгрудили неудержимое сострадание во всем войске даже в случае с Иерусалимом казалось нам было сказано что сами стены плачут и весь пол гудит а здесь долины огласились эхом вопль поднимается к небу как опять же такой библейский мотив вопль страдальца поднимающийся к небу заставляющий Бога вмешаться тогда великославный вседержитель истинный Бог явив святое лицо свое отверз небесные врата явив свое святое лицо это видимо как бы тоже парафраза библейских текстов которые говорят о сокрытии лица в момент гнева и соответственно о явлении лица в момент милости и вот он являет святое свое лицо отверз небесные врата из которых сошли два славных и страшных ангела видимые всем кроме иудеев это кстати говоря не очень понятная на первый взгляд деталь почему ангелы которых Бог посылает да и мы видели ангелов и во второй маковейской книге почему здесь подчеркнуто что сами иудеи не видят того кто пришел их спасти возможно 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 поскольку речь идет об ангелах убителях да то те кого они не губят они и эти люди не должны их видеть да примерно может быть по крайней мере по некоторым комментариям та же идея выражена в истории с Содомом когда ангелы губители говорят Лоту и его семье не оглядываться назад по одной из по одному из объяснений чтобы они не видели как эти ангелы губят врагов как они губят врагов и они они стали эти ангелы против войска и исполнили врагов смятениями страхами и связали неподвижными узами так же и тело царя объял трепет и раздраженную дерзость его постигло забвение снова забвение забвение это один из таких центральных мотивов третьей маковейской книги постоянно подчеркивается что бог заставляет царя забыть о своем гнусном замысле направленном против иудеев и это забвение это забвение как мы говорили вполне возможно противостоит воспоминанию царя в книге эстер а в книге эстер царь вспоминает что он не наградил мордыхая здесь царь забывает это уже третий раз когда он забывает о своем замысле и тогда слоны обратились на сопровождавшие их вооруженные войска попирали их и погубляли то есть то же самое что с отроками в огненной печи которые здесь упоминались огонь был переброшен на самих врагов так и здесь слоны и начинают топтать тех которые задумали задумали уничтожить уничтожить иудеев надо сказать я на самом деле я скажу об этом отдельно немножко позже ну ладно уж если я заговорил я скажу дело в том что опять же мы в первые же на первом же занятии это обсуждали в какой степени третья маковейская книга опирается на какие бы то ни было исторические реалии потому мы уже успели наверное забыть что в начале книги упоминалась вполне реальная война между птолемеями лагидами между селевкидами битва при рафе потому что все это носит настолько легендарный характер то что здесь происходит что трудно вообще представить что может идти речь о чем-то историческом я просто хочу привести дополнительный пример что флавий иосиф в своей книге против опиона или о древности еврейского народа рассказывает следующую историю что потомок птолемея филопатра птолемея восьмой вергет который воевал против клеопатры второй а во главе войска клеопатры стоял как раз еврей уния это все происходит на пятьдесят примерно лет даже больше позже позже чем описываемые здесь у нас события вот и вот там говорится о том что птолемей восьмой схватил александрийских евреев поддерживавших клеопатру и бросил их под ноги предварительно опоенным слонам но слоны почему-то повернули против царских друзей и убили некоторых из них возможно что флавий рассказывает историю вдохновляясь третьей маковейской книги возможно дело обстоит как раз наоборот и что автор третьей маковейской книги перенес некоторую реально происходившую историю более позднее время перенес на времена более ранние на времена Теремия Филопатра значит во всяком случае можно сказать так и не исключено не исключено не исключено что действительно какая-то какая-то доля исторической исторических реалий в самом по себе этом сюжете наличестве она не полностью он не полностью как бы выдуман от начала до конца вот теперь вернемся к нашему тексту гнев царя превратился в жалость и слезы о том что предтем он ухищался исполнить ибо когда услышал он крик иудеев и увидел их всех преклонившимися на погибель то заплакав с гневом угрожал друзьям своими говорил царь здесь представлен опять же как нам и в прошлый раз это обсуждали кто он безумец глупец злодей да вот здесь он все внезапно перевернулось в нем да но это как бы вызвано богом в случае с книгой эстер напомню Ахашвирош тоже меняет свои решения но там это аргументировано более реалистично да он хочет умилостивить свою жену царицу эстер он видимо подозревает амана в том что тот то есть не видимо это написано что он пытается изнасиловать царицу здесь это как бы носит такой с одной стороны абсолютно и реальный характер с другой стороны понятно что это все от бога он говорит друзьям так вы злоупотребляете властью и превзошли жестокостью тиранов и меня самого вашего благодетеля покушаетесь лишить власти и жизни замышляет тайна неполезная для царства тех которые так верно охраняли укрепление нашей страны то есть иудеи и тут тоже есть некоторый вполне реалистический штришок потому что евреи действительно служили в египетской армии и в частности в пограничных гарнизонах например были фонтини кто безумно собрал сюда удалив каждого из дома тех которые из древней превосходили все народы преданностью нам во всем и часто терпели самые тяжкие угнетения от людей кто подверг столь незаслуженному позору разрешите разрешите неправедные узы отпустите их с миром в свои дома и спросив прощения в том что прежде сделано освободите сынов небесного вседержителя живого бога который от времен наших предков до ныне подавал непрерывное благоденствие и славу нашего царства нашему царству да то есть царь здесь как бы поворачивается на 180 градусов это немножко напоминает опять же историю истории в книге Даниэля где опять таки цари в истории с тремя отроками на ухода носа царь Вавилонский а в истории с Даниэлем Дари царь персидский видя чудо совершенное богом по отношению к своим избранникам но там шла речь не обо всем народе о конкретных людях он начинает славить бог да как бы это одна из идей как инородец тиран жаждущий смерти божьим избранникам полностью поворачивается на 180 градусов принимая бога Израиля и то же самое происходит и здесь да то же самое происходит и здесь только гораздо более подробно это описано подробно речью и как тут сказано вот что сказал царь в ту же минуту разрешенный иудеи избавившись от смерти прославляли своего святого спасителя бога после того как царь после того царь возвратившись в город и призвав заведующего расходами приказал в продолжении семи дней давать иудеям вино и прочее подребное для пиршества положив чтобы они на том же месте на котором ожидали себя погибели в полном веселье праздновали свое спасение это опять же напоминает нам книгу Истер а на фохгу да вот то что враги Израиля хотели превратить в горе и несчастье превратилось в радость и свет и назначается праздник Пурим который празднуется то же самое происходит и здесь назначается праздник который инициирован самим царем тогда они бывшие перед тем в поругании находившиеся близ ада или лучше нисходившие в ад вместе горькой и плачевной смерть вместо горькой и плачевной смерти учредили пиршество спасения пир конечно опять же не случайная деталь то же самое что и в книге Истер и полные радости разделили для возлежания место приготовленное им на погибель на погибель и могилу то есть то что должно было стать возлежанием могильным стало возлежанием пиршественным своего рода симпозиумом оставив жалостнейшую песнь плача они начали песни отцов восхваляя спасителя израилева и чудотворца бога и отвергнув все сетование и рыдание составили хоры знамения мирного веселья здесь тоже находят связи с греческими трагедиями вот эти хор и с одной стороны есть хор с другой стороны есть солист вот тот же самый Ильазар как по законам по законам трагедии равно и царь составив по всему случаю многолюбное пиршество выражал свою признательность небу за славное торжественно дарованное им спасение не очень понятно спасение от чего царю то ли спасение от греха то ли спасение от гибели что его самого не зароптали слоны тем же которые обрекали их на погибели на пищу хищным птицам и с радостью делали им перепись теперь объятые стыдом востиналии дышавшие огнем дерзостью гасла с позором а мы помним что и в книге эстер многие подданные персидской империи наполняются ужасом перед иудеем а иудеи как сказали мы составив упомянутый хор отправляли празднества с радостными словословиями и псалмопениями своего рода произносили их они сделали даже общественное постановление чтобы во всяком население их роды и роды радостно праздновать означенные дни не для питья и пресыщения но в память бывшего им от бога спасения и мы не знаем может быть и в самом деле такой праздник в египетской александрийской общине существовал у нас нет об этом прямых свидетельств и поскольку греческая еврейская александрийская община погибла во времена императора Трояна так называемый на иврите называется пульмос китос или или восстание диаспор но как бы остается лишь гадать был такой праздник или нет потом они предстали царю и просили отпустить их в дома песенях переписи их производилась двадцать пятого дня месяца пахона до четвертого дня месяца и пифа это кстати говоря такой вот любопытный момент что здесь он впервые упоминает упоминает название месяцев египетского солнечного календаря пахон и пиф это девятые одиннадцатые месяца значит видимо автор хочет опять же придать всему этому некоторую историческую ауру да своего рода такой документальный характер причем тут же говорит в продолжении сорока дней сорока дней мы уже говорили что конечно символическое число обозначающая целостность погубление их назначалось от пятого дня месяца и пифа до седьмого в течение трех дней в которой славным образом явил свою милость владыка всех и спас их невредимые всецело праздновали они довольствуемые всем от царя до четырнадцатого дня в которой они представили прошение о том чтобы их отпустили царь соизволив им великодушно написал в их пользу за свою подписью следующее послание городским начальникам которое приводится в седьмой главе остановимся на минуту и под эту же мы пытаемся понять все-таки взаимоотношения книги третьей маковейской книги с книгой стер здесь описывается история чудесного спасения от опасности которая весьма напоминает то что описано в книге стер типологически напоминает конечно это не совсем то же самое есть своеобразные детали которыми оба рассказа разнятся но в целом ситуация очень похожая здесь конечно гораздо больше нагнетание драматизма и подчеркнуто что инициатором является не временщик не помощник царя а сам царь тем страшнее опасности тем более великое тем более великое тем более великое спасение царя удается не просто поразить а изменить он полностью меняется как в детской повести волкова его деревянные солдаты деревянных солдат им изменили лица и грозные лица превратили в улыбающиеся и так изменился их характер примерно то что происходит здесь с с толемеем филопатом все перевернулось буквально как книги эстерна афоху иудеи спасены от страшной опасности и учреждается праздник в честь этого до сих пор все очень похоже вот кроме того что не помощник царя а сам царь и в этом смысле третья маковийская книга ставит свое чудо в один ряд с такими как чудеса связанные с потоплением фараона египетского с поражением войска семахириба ассирийского и так далее но базисное главное различие между двумя этими книгами состоит в том что книга эстет по разным причинам в свое время мы эти причины обсуждали когда читали книгу эстер не упоминает о боге не упоминает о боге никак есть лишь какие-то смутные намеки когда мордыхай обращается к эстер и говорит ей что если ты не пойдешь царю то спасение к иудеям придет из другого места но даже здесь он не говорит что хотя в последствии эронистической литературе бог называется словом хамаком но здесь это во первых слово без артикля просто маком и как бы напрямую это не сказано да эстер поститься и просит поститься и других членов народа пост это вообще говоря религиозная церемония в конце книги эстер как-то проскальзывает деврей цомот за окатам их все что связано с постами и воплями которые можно понять как молитвы обращенные к небесам но при этом ни в одном месте книги эстер не говорится о том что все это делается богом поэтому уже в момент перевода книги эстер на греческий язык это очень мешало и это было восполнено бог присутствует в греческом переводе постоянно буквально с первых строк там есть очень много добавок естественно и мордыха и эстер в греческих добавках книги эстер молятся богу обращаются и он отвечает им как я уже и говорил в масоретском тексте написано в ту ночь царю не спалось и в этом месте в греческом тексте говорится что бог отвел сон царя и много других деталей такого рода естественно в раввинистическом медраше это все восполняется постоянно присутствует бог почему автор книги эстер молчал о боге повторяю это вопрос отдельный и очень интересный который мы в свое время обсуждали и предлагали разные варианты предложенные как комментаторами классическими так и современными и современными исследователями факт остается фактом книга эстер молчит о боге а автор третьей маковейской книги подобно автору второй маковейской книги постоянно постоянно подчеркивает роль бога постоянно мы видим молитвы происходят реальные чудеса как как в начале книги с поражением толемея пытавшегося войти в русалимский храм так и здесь в истории с попыткой уничтожить египетских евреев иными словами если пользоваться терминологией мудрецов талмуда книга эстер это история о скрытом чуде третья маковейская книга это история о явном чуде явленном чуде которая таким образом примыкает к библейским рассказам о чудесах и я предлагаю следующее понимание это автор третьей маковейской книги фактически предал книгу эстер астракизм он не желает признавать не ее канонического статуса то есть не то что она может быть частью библейского канона и не то что она вообще может претендовать на некое положение рассказывающие о спасении евреев он отвергает идею умолчания бога и поэтому молчит о книге эстер по иронии судьбы как раз книга эстер попала в библейский канон хотя в талмуде обсуждается вопрос насколько правильно ее включать а третья маковейская книга как раз не попала а не попала видимо видимо она была частью канона александрийских евреев канон на греческом языке но как мы знаем в эрцисраэль и в вавилоне впоследствии то есть персии все что было написано по-гречески было отвергнуто было принято канон только то что написано на иврите или по-арамейски поэтому книга третья маковейская книга в канон не попала есть еще одна деталь которая как бы показывает конфликт между этими двумя книгами и это будет явлено в седьмой главе которая возвратит нас с самого начала первым вот указ Птолемея это глава короткая мы сейчас ее быстро прочтем цовка царь Птолемей Филопатр начальникам египетскими всем поставленным должностях радоваться и здравствовать здравствуем мы и дети наши ибо великий бог благоспешенствует нам в делах по нашему желанию под великим богом конечно здесь понимается бог Израиль некоторые из друзей наших по злоумышлению своему часто представляли нам и убеждали нас собрать всех иудеев находящихся в царстве и замучить необычайными казнями как изменников присовокупляя что доколе не будет этого сделано дела нашего царства никогда не будут благоустроены по ненависти которую питают они ко всем народам они то привели их в оковах с насилием как невольников или лучше как наветников и без всякого рассмотрения исследования покушались погубить их изобретая жестокостью лютейшие даже скифских обычаев да значит это единственное место в третьей маковейской книге где упоминаются где упоминаются скифы да скифы народ ираноязычный пришедший как бы в конечном счете они заполонили и месопотамию и отчасти территории Леванта это происходило в восьмом седьмом веках до новой эры пришли они где-то из закавказья были как я здесь я пересекаюсь с другим уроком который я веду и я по следам этого урока как раз мы там тоже упоминали скифов и я проверил действительно была община община поселения скифские существовали и в районе Херсонеса в современной Украине и как бы уже в древности скифы воспринимались как варвары совершенно жуткими методами ведения войны само слово кстати судя по всему по-индоевропейски обозначает лучник скид скид на это сразу заставляет вспомнить стихотворение блока до миллиона миллиона вас нас тьмы тьмы и так далее до скид до азиатами с раскосами и дикими глазами вот здесь упоминаются скидские скидские обычаи которые даже их превзошли жестокие друзья царя то ли по мысли автора маковейской книги царь по-прежнему не помнит что он совершил да как бы бог навел на него то ли он лукавит сколько он был инициатором всего этого мы строго воспретили это и по благоволению которое питаем ко всем людям тотчас даровали им жизнь а когда узнали что небесный бог есть верный покров иудеев и всегда защищает их как отец сынов еще же приняв во внимание известно их доброжелательство к нам и к предкам нашим мы справедливо освободили их от всякого обвинения в чем бы то ни было и приказали всеми каждому возвратиться в свои домы так чтобы нигде никто ни в чем не оскорблял их и не укорял в том что произошло без их вины знайте что если мы предпримем против них что-либо злое или вообще оскорбимых то будем иметь против себя не человека но властвующего над всякой властью всевышнего бога от мстителям за дела наши во всем и всегда неизбежно будьте здравы конечно устами царя говорит здесь сам автор который как бы что называется ну говоря грубо пропагандируют еврейского бога который обладает всеобщей властью я уже говорил о том что вот эти указы царя таремея сначала против евреев а потом против а потом защиту евреев похоже сыграли свою роль в формировании добавок греческой книги эстер потому что там приводится тоже два указа хашвироша один по наущению амана а второй как бы указ о своем благоволении евреям и эти указы по языку своим очень похоже на то что мы видим в третьем иковейской книге на советском тексте книги эстер просто сказано что был такой указ текста нет а тут подробные тексты видимо эти греческие добавки которые включали в себя указы они были созданы под влиянием вот этих текстов в третьем иковейской книге получив это послание иудеи не спешили тотчас обратиться но просили царя чтобы те из рода иудейского которые самовольно оставили святого бога и закон божий получили через них должное наказание и присовокупляя что приступившие ради чрева постановления божественные никогда не будут иметь добрых расположений к правлению царя а те кто предали своих предадут и чужих царь нашел что-нибудь правду одобрил их и дал им полномочия на все чтобы они приступивших закон божий истребили во всяком месте царство его беспрепятственно без особого позволения или надзора царя тогда возблагодарив его как надлежало священники и все народное множество воспели аллилуйя и радостно отправились это единственное место здесь где появляется появляется термин хорошо нам знакомый из псалмов термин аллилуйя и и всякого соплеменника из осквернившихся которого встречали на пути они наказывали и убивали в пример другим в этот день они умертвили более трехсот мужей и торжествовали с весельем умерщвляя нечистых напоминает нам тоже опять таки напоминает весьма и весьма книгу эстер но что в книге эстер идет речь об уничтожении врагов иудеев которые хотели их убить здесь же в этом нет необходимости потому что но если не считать царя который полностью изменился враги были уничтожены самими слонами а убивают тех кто изменил своей вере тех кто изменил своей вере отступников убивать я вам напомню начало третьем аквейской книге где был упомянут иудеи спасший жизнь царя от заговора некто досифей родом иудеи но который впоследствии отверг законы и отрекся от вера отцов то есть опять инклюзия опять круг замкнулся вполне возможно что по мысли нашего автора вот этот досифей один из тех которого уничтожили провозглашающие слава богу иудеи здесь и мы тогда сопоставили образ досифея с образом мордыхая потому что уж больно похожая ситуация мордыхая спас ахашвироша от заговора досифей спас птолемей от заг и дальше говорится что досифей изменил свою теперь я смеюсь опять же предположить что и здесь мы находим имплицитную полемику с книгой эстерой и об этом у нас еще будет впереди разговор с другой по сути дела ни словом не не обмолвилась о том какой закон соблюдали иудеи помимо того что мордыхая отказываться отказывается отклониться омана нет ничего в книге эстер что говорила бы о верности законам торы не зря мидраж говорит о том что действительно пока то поколение изменила закон теперь опять же в свое время мы обсуждали разные варианты решения а почему собственно книга эстер ничего не говорит об этом это странно опять же греческий перевод книги эстер это восполняет так например эстер молясь богу говорит что она страдает от того что вынуждена выйти замуж за необрезанного язычника то что то что полностью отсутствует на советском тексте мидражи рассказывают о том что эстер каждый раз после близости с ахашвирошем чтобы очиститься ходила вмиг армейский торгун говорит о том что эстер соблюдала субботы и праздники а талмуд сообщает что мордыхай проверял если она только кошерную еду ничего из этого в масоретском тексте эстер нет и независимо от того какова причина этого считает ли автор это недостаточно важную или по какой-то причине замалчивает этот факт но судя по всему и здесь автор третьей маковейской книги исполняется гнева по отношению книги эстер говорит что так ведут себя только отступники которых следует наказать и именно отступников тех которые не соблюдают закон еврейский наказывают наказывают убивают третьей маковейской книги спасенные иудеи это такой вот дополнительный момент создания антитезиса книги эстер сами как тут говорится прибыв с богом до смерти и получив полную радость спасения поднялись из города увенчанные всякими благоуханными цветами с весеними с весельными восклицаниями хвалами и благозвучными песнями благодаря богу отцу вечного спасителя израиля придя же в птолимаиду называемому по свойству место разоносную который по общему их оговору ожидали корабли семь дней что это за птолимаида мы точно не знаем было несколько разных мест на на ближнем востоке так называем называемых птолимаидой была птолимаида во первых на территории страны израиля это греческое название акко была птолимаида возле фив и некоторые считают что это птолимаида эвергитида столица такого места в египте называемого арсеноида так или иначе вот они прибывают туда и они учредили там опять пиршество спасение ибо царь щедро снабдил их всем что потребно было каждому до прибытия в свой дом так как они достигли сюда в мире с праздничными благодарениями то и здесь также установили весело праздновать эти дни во время пребывания своего осветив эти дни утвердив свой обед поставлением столба на месте пиршества то есть столб который как бы стела которая увековечивает этот праздник они отправились далее сушу и морем и рекой что за море не очень понятно здесь конечно возможно что море здесь просто к слову как бы возможно по связи с морем из египетского сюжета сюжета с исходом из египта да мы говорили что автор третьей маковейской книги ориентируется на эту историю упоминает ее реально речь может идти об одном из озер дельты каждый в свое жилище невредимый свободный в полной радости охраняемые царским повелением когда-то приобрели они большую нежели прежде силу и славу и сделали страшными для врагов опять же как книги эстер ни от кого нисколько не притесняемые в своем владении да слава опять же такая же как которую приобрел например мордыхай и все получили свое по описи то есть компенсировали захваченное имущество так что кто имел что-либо у себя с величайшим страхом отдавали им ибо величайшие благодеяния явил им величайший бог на спасение их и концовка очень характерная которая показывает что возможно у третьей маковейской книги в Александрии был вообще литургический статус ее читали может быть в тот праздник о котором идет речь как и книгу эстер мы читаем в Пуре благословен спаситель Израиля на вечные времена аминь да значит слово аминь которое вообще говоря не появляется в сектуагенте практически никогда она переводится а не транслитерируется а здесь именно приводится вот как на иврите аминь и на этом заканчивается третья маковейская книга значит я скажу несколько слов в заключение и дам вам возможность задать вопросы или сделать замечания итак мы повторяю прочли книгу о спасении еврейского народа от страшной катастрофы есть ли в ней какая-то историческая какое-то историческое зерно или нет вопрос спорный помимо указания на реальные события скажем на войну между селевкидами и полемеями этот вопрос дискутируется так или иначе даже если это легенда это легенда которая в ком-то смысле как я сказал это стало пророчеством так же как и книга эстер да мы знаем что в персидскую эпоху евреи не преследовались ахимениды были самыми толерантными из известных нам царей древнего мира и не преследовали за веру но и книга эстер и третья маковейская книга звучит как пророчество с одной стороны грозное и страшное о том что может ожидать еврейский народ от их ненавистников наших ненавистников с другой стороны эти книги вселяют надежды каждая по-своему но во всяком случае как бы эти книги дают нам по крайней мере хотят вселить нас веру в то что внецах израильной шакер вечно израиля не сожжет что народ израиль не погибнет и хочется действительно как бы ухватиться за эту надежду и за эту веру и не отпускать это не значит конечно что надо пассивно ожидать избавления так как это предлагает делать автор третьей маковейской книги но но тем не менее тем не менее это как бы такой важный кирпичик в нашем историческом эмоциональном сознании опять же подытоживая я еще раз повторю что на мой взгляд эта книга является антитезой книги эстер написана с этой целью она воспринимает книгу эстер как недостойную того чтобы быть примером спасения и это по трем причинам повторяю первая причина отсутствие бога вторая причина отсутствие закона торы и третья которую сейчас тоже можно добавить книги эстер евреи в дальнейшем счете сами борются за свое спасение сначала эстер а потом им дается разрешение царя убивать своих врагов здесь царит полная пассивность только молитва может спасти евреев а если проявляется по отношению к кому враждебность то только к своим отступникам а не к внешним родам эта книга в этом смысле противоположность книги эстер и перед тем как дать вам возможность задать вопросы и сделать замечания скажу только что в следующий раз мы начнем читать еще одну книгу которая на мой взгляд является антитезой книги эстеры которая хотя и не входит в корпус маковейских книг но на мой взгляд целиком полностью с ними связано как литературно так и исторически эта книга иудит которую мы упоминали в свое время читая книгу эстера теперь мы ее прочтем за 7 я завершаю и пожалуйста вопросы и замечания если есть вопросы да пожалуйста молчит и голос по моему нет я ошибаюсь не знаю кто-то хочет что-то спросить сделать какое-то замечание добавление дамы и господа что-то может быть с чем-то вы не согласны ну по-видимому ну что-то говорит или это я себя слышу но по-видимому народ обдумывает ну если обдумывает окей значит я в любом случае благодарю вас за внимание и тогда в следующий раз начнем читать книгу иудит тоже очень интересное произведение окей напоминаю что можно задавать вопросы высказывать свое мнение какая-то интеракция либо в виде комментариев записи в ютюбе либо в одном из чате в телеграме либо писать напрямую либо мне либо лектору ну по-видимому так либо спрашивать на следующем занятии то тогда мы на этом заканчиваем правильно окей всем счастливо и пока абсолютно